Это верхняя запрудья парка Дендрарий, а это Борис, так зовут нутрию, которая здесь обитает, но которой все чаще приходится быть на суше. На дне пруда собралось огромное количество ила, который мешает водоплавающим. Чисткой водоема не занимались 20 лет. Об этом во время осмотра парка в январе узнал глава Сочи и поручил обязательно провести работы по углублению пруда. Сегодня сотрудники Сочинского водоканала с помощью вот этого грунтового насоса избавили водоем от ила. Данный портативный земснаряд при помощи подачи воды ориентирующей на 2-3 атмосферы размывает заиленное дно. При помощи земснаряда, который успешно используется на территории водозабора нашего предприятия, мы имеем уникальную возможность очистить данное дно от илого осадка, что позволит его углубить и увеличить объем воды. Объем воды положительно влияет именно на жизнь этих маленьких прекрасных существ. Чистота и качество этой воды после очистки позволит наблюдать их жизнь не только надземную, но и подводную. Пруды в принципе подвержены загрязнениям. Особенно это касается непроточных водоемов. Ил портит качество воды и со временем убивает в ней живые организмы. У нас здесь жили и выдры, и нутрии. Мы их сейчас переместили временно в Нижний парк, чтобы они не почувствовали дискомфорта с проведением этих работ. И потом вернем их в места обитания. Благодаря помощи мэра города Капыгородского Алексея Сергеевича нам выделили для производства работу, такую технику. Мы, конечно, благодарны городу и сами, со своей стороны, прилагаем все усилия, чтобы жителям города и гостям нашего города-курорта отдыхать в Дендрарии стало еще лучше. Перед началом туристического сезона в парке Дендрарии не только чистят водоемы, но и в целом приводят в порядок сочинскую достопримечательность. Реставрируют скульптурные композиции и фонтаны. Им решили придать первоначальный вид, как во времена Худякова, основателя парка. В работах принимают участие историки. А вот коллекция растений обещает руководство нацпарка только увеличиться.